Всем привет снова, здравствуйте! Вот давайте сегодня по восьмерочке пройдемся. Ответы на ваши вопросы сейчас я все постараюсь ответить. Почему мне не нравится восьмерка и 2018 тоже. Вот вы видите, что установлена она вот так и здесь очень много не видно. В частности не видно, что здесь внизу, что тут внизу. Ну, исправить это положение помогает, конечно, вот эта вот функция. Вот ее можно перематывать и меняется вот вы видите интерфейс. Но это все равно не дает того, что есть в семерке. Там все мельче, там все красивее, там все четче. Здесь можно вот еще вот такие варианты делать. Вот так все это дело подгонять. Но это мне не нравится. Вот это более-менее такой вариант, который более подходит. Мелкие значки, панель свободная вот эта вот, боковая теперь. Нажимать тут нужно два раза на вот эту вот настройки вот такие вот. Раз если нажимаете, вы видите, что она не закрывает. Два раза, вот тебе, пожалуйста, все закрыло. Так, что мне тут еще не нравится. Во-первых, не нравится, когда вы включаете ММА кисти. Сейчас мы их найдем. Включим какой-нибудь примитив. И вот уже, когда изменяете, полностью изменено вот это вот настройки, значки стоят в другом месте, вы начинаете теряться. Делаем Make Polymesh и включим ММА. Вот эту вот кисть. И вы видите, что когда она вверху появляется, рабочее окно еще больше уменьшается. И получается, что рабочего места здесь очень мало, а больше здесь вот этих вот крупных значков. Опять же, минус этой программы в чем? Что когда вы начинаете писать видео, вот, допустим, вы поставили, ставите Rect, и давайте добавим Ctrl-D. Поработаем с какой-нибудь кистью. Вот так вот. Ну, допустим, Claybird поставим. И вот так вот поработать постараемся. Вот так. Когда вы захочете записать, теперь сохранить видео, жмете на паузу, Export. И вот сейчас он вам высвечивает, что куда. Вы ставите, допустим, на рабочий стол. Ставите сохранить. И сейчас он вам выкинет, что... Ну, типа мы не сохраняем видео. Вот это минус. Так. Теперь, что еще тут не подходит для работы? Да, функций здесь много. The Plugins новые подошли. Все здесь вот стандартно. Сбоку. Как и в семерке. В принципе, здесь можно делать какие-то общие детали. Если мы сейчас вернемся в исходную точку. Вот, допустим, вот. Интерфейс. Мы можем тут же также поменять цвет. Вот. Вы это уже должны знать. И теперь, если настраивать под себя, заходим в преференции, жмем Configuration, Enable Customs, вот этот. И теперь можно что-то здесь поудалить. HomePage, вот эта вот штука, она, в принципе, не нужна. Рекламу, вот эту вот, что выскакивает о программе, можно отключить, конечно, нажав настройки, перейдя на Show is New Update. Вот этот. Все вроде нормально. Она не будет выскакивать. Но она нам тут не нужна. Вот здесь вот. Жмем Ctrl-Alt и выносим ее вот сюда вот на рабочую зону. Все, она исчезает. Мы, конечно, можем Ctrl-Alt и вот так вот под себя полностью здесь подстроить, что надо поставить, что нам необходимо, допустим, Rotation. Вот эту. Кое-что можно удалить вот из этого, потому что это все есть на пробеле. Вот. Все настройки. Вот это все можно также удалить. Ctrl-Alt и выносить вот так вот на рабочую зону. Все это удаляем. Что-то можем сюда перенести, то, что нам надо, вот этот Drop Size, допустим, еще что-то. Можем тут выстоять. Также можем настроить боковые вот эти вот, боковую панель. Сюда мы можем поставить полностью кисти. И вот это все теперь у нас есть в рендере. Вот она. Так что, в принципе, она не нужна. Если будет нужна, мы также ее можем вынести Ctrl-Alt, зажав, или удалить вот так. И, в принципе, если мы все вот это очистим, вот эту вот всю зону, боковые тоже можно под себя подстроить, то, что нам надо сюда вынести. но это положение, опять же, не исправляет. В плане каком, что если мы сейчас вот настроили что-то, открываем, допустим, кисти, выносим их сбоку, и кисти, которые нам нужны, мы можем их, в принципе, добавить вот сюда. Вот так. Здесь они крупные, опять же. Их можно было бы, конечно, уменьшить с помощью кустов. О, вот это. Но вы видите, что, опять же, казус, что этих кнопок тут тупо нет. Вот такая вот фишка. Так, что еще? Наверное, это все идет из-за того, что раньше семерка была с кодом, с кряком, а вот эти вот идут программы, они уже идут с файлами, которые снимают вот этот, ну, делают рабочую программу, заменяют вот этот именно код. Может быть, отсюда все это идет. Конечно, тоже казус. Что еще можно сделать? Все вот это, то, что нам нужно, допустим, вот эту часть мы цветовую можем тоже удалить. Она нам, в принципе, не нужна. Можем зайти в Brush, в Color. И вот она здесь находится. Мы ее можем потом, если нам надо, вынести. Или вот эту вот часть вот взять и повыносить. Вот так вот сюда куда-нибудь. чтобы здесь были. Опять же, зона уменьшается. Если мы нажимаем Preference, Configuration, Enable, Custom, что-то отключаем, то, опять же, вы видите, что окно маленькое, все это как-то не так, и приходится убирать меню, чтобы более-менее как-то тут все было нормально работать. Что еще тут можно придумать? Как это все сохранить? Если вы настроили уже программу под себя, добавили, допустим, какие-то кисти в эту сторону, здесь тоже добавили то, что вам нужно, снизу добавили. И опять же, получается, что когда вы включаете ММЭ, вот эти вот кисти, вы видите, насколько опять уменьшается у вас окно. И, в принципе, эту задачу я не знаю, как исправить. окно становится меньше, и работать вы видите, что, в принципе, ну, можно. Но уже у вас идут казусы. Вы уже модель плохо видите, потому что окно очень маленькое, и чисто интуитивно работаете. Вот вы смотрите, работать уже нельзя. Если даже вы зайдете в документы, и попробуете тут что-то наладить, допустим, изменить зум, или еще что-то, вот так вот, можете сделать окно поменьше, вот вроде вам уже можно будет работать, но опять же, неудобно. Весь взгляд ваш отвлекает, вот эти вот все надписи, вот это вот, значки, кисти, очень неудобно. Но потом, когда вы ставите, допустим, другую кисть, окно становится больше, все это понятно, вы окно ставите опять так же, и вот это дело, как исправить, если кто-то знает, посоветуйте, чисто мне вот это вот здесь неудобство. Сохранить, заходите в преференции, если вы настроили уже все значки, поставили, как вам удобно, заходите в преференции, и жмете сейф, вот этот, Ui. Сохраняете, и у вас уже будут ваши настройки. Допустим, сейф, жмете на рабочий стол, сохранить, так, он показывает, что все нормально, и как перейти к стандартную. Вот здесь есть restore стандарт, вы возвращаетесь на стандартную, а это уже получается ваши настройки, ваши конфигурации, вот эти. Ну вот, в принципе, что мне не нравится, в 2018 и 4R8 ZBrush постарался как-то рассказать. В принципе, здесь ничего такого сверхъестественного, единственное, что кому нужен Gizmo, если кто-то им работает, кому-то он нравится, ну, это вот такая вот штука. Вы можете передвигать здесь, как-то ее корректировать, с помощью ротации, опять же, все это дело тут крутить, вертеть. В принципе, вот это удобно, но к этому тоже нужно привыкнуть. так что настроек тут тоже много по Gizmo. Как-нибудь урок сделаю, сделаю видео вот по Gizmo, кому нужно, если вдруг кто-то не знает, как им работать. Ну и в принципе, то, что добавились тут, возможно, вот эти вот зоны, вот эти вот дополнительные какие-то клавиши, добавили вот эту вот зону дополнительно, может быть, поэтому. Если сейчас мы вот так вот ее уменьшим, вот более-менее окно можно настраивать, уже стараться как-то тут. Или, допустим, подходящее более-менее, это вот вот эта вот часть, вот с этой части уже можно работать, вот здесь настраивать. Что-то дополнять, что-то добавлять, в принципе, вот выбирать вот такие вот более-менее подходящие ракурсы. Но опять же, давайте включим кисть, вот эту ММЭ, и вы видите, что опять окно уменьшается, и вот у нас получается вот это все видно здесь. Вот так вот. Раньше в семерке мы нажимали М, вот и вот так у нас высвечивалось. В принципе, вот это вот окно, вот это окно можно закрыть и работать уже вот именно вот с этими клавишами, клавиша М, и вот с ней работать. Так, что еще? Надо, конечно, попривыкнуть к этой программе после семерки, если кто-то с семеркой давно, в принципе можно работать и тут, и там, здесь делать какие-то заготовки, детали, потому что разница, в принципе, в программах небольшая. Единственное, для чего хороша восьмерка, это вот кое-что здесь делается быстро, на примере, допустим, вычитания. вычитать тут очень просто, но единственное, что здесь появляется дополнительная функция, это Boolean, и вот нужно, когда вы все вычтили, нажимать Make Boolean мэш, чтобы у вас появился отдельный мэш, и уже его потом как-то с ним работать, как-то его закидывать, в принципе, тоже есть свои нюансы. Что еще тут? В принципе, изменений, как таковых, тут нету восьмерки, повторюсь, восьмерка хороша вот именно для плагинов, которые сделаны для нее, которые в прошлых видео мы разбирали, и в принципе, если что-то здесь делать, семерка принимает полностью эти модели, и можно продолжать работать просто в семерке. Да, тоже неудобство, конечно, но в принципе, повторюсь еще раз, что восьмерка не столь как не столько у нее появилось изменений, возможно, что-то она делает быстрее, где-то что-то делает более мягче, лучше, есть тут такое, конечно, но разницу я в принципе сильную с семеркой не почувствовал. Все, всем до свидания, всем пока.